Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить с Карим. В последней серии мы отомстили этим троллям на серой зимней заставе за то, что они нас в начале игры страшно рвали. Теперь их страшно порвал я, все-таки 25 уровень дает о себе знать. Тут у нас саблезуб, я вижу, стоит, и сейчас мы его законтачим, как говорится. А я уже тут. Вот так, как видите, просто и легко. Глаз, шкура, ничего не надо. Так, лошадка, нам пора домой. Давно я уже на лошадки не ездил. А ты уж, Стэнвар, побежишь пешком. Такая уж у тебя работа. Кто такой? Это что тут было? Мародер. Добей. Что тут произошло-то вообще, пока меня не было, пока я там где-то хожу, по серним землям. Неплохой щит, надо сказать. Так, это мы возьмем. Ты замечательный друг. Иди сюда. Конечно, я от золотишка никогда не отказываюсь. Возьми-ка себе этот шлем. На, держи. Вон как он тебе идет, смотри. Эй, эй. Твою мать. Когда он успел бить? Стэнвар, ты куда смотрел? Твою мать. Моя лошадка. Твоя душа будет со мной. Твою мать. Лошадка моя. Только я порадовался. Шлем братьев Бори. Так, давайте попробуем, что ли. Шлем братьев Бори. Посмотрим, как он выглядит. В принципе, неплохой. Мне нравится. Он вообще идет к этой броне. Даже больше, чем, собственно, эльфийский шлем. Блин. Какого хрена ты не следил за моей лошади, урод? Бедная лошадка. Ну тогда что, тогда уж напрямик. А ты так умеешь? Фирма холодная, бразда, я что-то был вроде. Ладно. Ладно. Новую лошадь купим. Не волнуйтесь. С этой лошадью мы, конечно, уже столько прошли. Ну что ж поделаешь. Не уследили. Не уследили. Так, не допрыг. Ну давай, давай, давай. Так, интересно, я туда смог зайти? Посмотреть, что под городом? Скорее всего, нет. Да. Это не обливиан. Бедная моя лошадка. А я смогу, интересно? Нет, не смогу. Лошадка-то твоя, того. Отъехала. Так, ну че. Надо распродать весь мусор, я думаю. Где, кстати? А вот ты бежишь. Хочешь поговорить со старой женщиной, мм? Сделать свое доброе дело на сегодня. Прошу тебя прекратить. Все эти крики. Люди нервничают. Ну и? Что хочу, то и делаю. Не стану утверждать, что... То, что ты делаешь, запрещено законом. Но я арестую тебя, если придется. А мне какое дело? Я слежу за тобой. Учти. Я твой дом труба шатал. Баран. Что это за сила? Вообще, что ли, охренели. Так. Сейчас меня Тана будет какой-то учить тут, блин. Стражник простой. Я уважаю моей личности. Так. Первым делом сейчас зайдем в кузнечихи. В принципе, что нам от нее может понадобиться? Доброго денечка. Продать ей кучу всякого. У тебя ничего нового нету? В принципе, неплохо. Эльфийский кинжал отделения. Ладно. Так. Может мне второй эльфийский меч взять? Вместо кинжала. Урон-то побольше будет. Таше не знаю. Давайте возьмем. Что у нас здесь? Понятно. Давайте продавать кучу всякого. Скажем, лук вот этого. Одежда. Разная. Блин, а продавать-то тебе особо нечего. Так. Где там мой второй эльфийский меч? Вот он. А, на него нужна очищенная лунная камень. У меня же вроде был. Я потратил опять. Не доводил клинки, шлемы. Практически все необходимое. Один. До встречи. Пока-пока. Так и так. Хорошо. Теперь мы его экипируем. А стеклянный кинжал мы, пожалуй, уберем из избранного. Вот так. Я думаю, будет самое оно. Урона побольше будет. Кстати говоря, шлем бы надо тоже улучшить, наверное. Необходима кожа. Кожа у тебя есть. Одного полотна я думаю хватит. Эпическое. Хорошо. Все, круто. Так, теперь у нас куча мусора. Кому его можно продать? Так. Кстати говоря, давайте зайдем домой и стеклянный кинжал положим на ту же лавочку, на которой у меня лежит мой меч магический. Который мне просто, честно говоря, надоел уже. Пусть лежат для красоты. Продавать такие вещи жалко, может, в будущем еще пригодятся. Иди я. Давно не виделись. Честь тебе, Тан. И тебе. Так, вот мы... Рыжие. Для меня честь снова видеть тебя там. Для меня тоже. Для меня тоже. Пусть вот так лежит. Небольшой бардачок не помешает. Как хорошо оказаться дома. Теперь. Теперь нам нужно... Часто приходится бывать в облачном районе. Тебе продать... Что там тебе нужно-то? Ты у нас все, по-моему, скупаешь? Все. Побрякушки, всякая-всячина и прочие безделицы. Так, тебе продам посох питомца. И у тебя сразу почти кончатся деньги. Одежду. Вот эти вот штуки, конечно, тебе все продать по... Интересно, хватит у тебя? Вроде хватит. Нет, к сожалению, не хватит. Так. Колечко. Вот так. Ладно, пойдет. Уж мне у тебя что, купить можно? Бивень мамонта. Да ничего хорошего-то, я смотрю, у тебя особо и нет, да? Только то, что я тебе продал. Эльфийская секира. Неплохая. Так, и теперь травницы. Попробуем продать все остальное. Хотя у нас больше-то толком ничего не осталось. Посмотрим. У травницы, кстати, надо будет купить зелье. Наверное, вид у тебя бледноватый. Да ты всем так говоришь, не ври. По зельям ты покупаешь, по пище, по ингредиентам. Да, продавать тебе особо нечего. Зато купить, возможно, я смогу у тебя. Кстати говоря, для чего тут нужно зелье водного дыхания? Я не встречал еще ни одной пещеры, и даже просто подводного ничего, где нужно было бы плавать. Не знаю. Где, блин, зелье лечения? Нету. Обалдеть. Ладно, пошли к сторонникам. Как там называется? Бьорваскар. Кстати говоря, где наемник? Он тут же где-то ходит. Амрен. Амрен, ты где? Он может быть вот тут за поворотом. Если его там нет, то хрен бы с ним, как говорится. Нет его. Ладно, потом найдем. Я хотел покачать у него одноручное оружие. У меня оно, конечно, уже неплохо раскачано. Но, тем не менее... Так, ну что, у вас что-нибудь появилось для меня? А, подожди, тут же крутой кузнец. Я все забываю про него. У него самые лучшие вещи. У меня стали. Ковать не перековать. Выковить для меня оружие? Да нет, спасибо, я себе сам могу. Слава богам. Так, что у тебя есть? Стрелу купим. По одежде. Вот это может купить Этому какого? Стэнверу. Давайте купим ему. Вот такой шлем. Вот такие перчатки. Такие сапоги. И такая броня. Так, иди сюда. Сейчас мы тебя одевать будем. Конечно. Я от золотишка никогда не отказываюсь. Так, это ты мне отдаешь. Это тоже. Чтобы не было соблазна. Так. Это тебе тоже не нужно, я смотрю. Тоже, тоже. Так. А тебе я сейчас отдам волчий шлем, волчьи перчатки, волчьи сапоги, волчью броню. И ты, я смотрю, не хочешь их надевать, да? Что ж ты за урод-то такой, а? Они же лучше троих, ты чё их не надеваешь? Блин, у меня слов нет. Давай-ка их сюда. Конечно. Я от золотишка никогда не отказываюсь. Да замолчи. А, это, блин, я же на себя надел. Тогда веди. Да-да-да, точно. Ещё его ругаю. Так. Это моё, это моё, это моё, это моё. Тебе, братёнь, я сейчас дам... Извини, что у нас так получилось. Я от золотишка никогда не отказываюсь. Да, замолчи. Тебе я дам волчий шлем, волчьи сапоги, волчью броню и волчьи перчатки. Ну ты, сёрно, я смотрю... Да хрен с тобой, ходи как хочешь. Сейчас просто продам всё ненужное, и всё. Слава богам. Короче говоря, забирай, 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 Всё, собирай, кидрень, фень. В принципе, нормально. Это всё. Что ж ты, тупой-то такое? Ладно, хоть шлем надел. Хотя, может, он им надел, просто на нём не отображается. Не уверен, не знаю. Так, здорово, Вилкас. Ты снова здесь. Нет, мне же говорили, надо встретиться... У вас там одноглазый какой-то есть. Вот с ним поговорить. Он вполне возможно даст мне работу. Вот в нём, кстати говоря, сидит. Ты какое оружие предпочитаешь? Мне нравятся маленькие, быстрые клинки. Нет. Есть ли Вигнер? Был? Мне пару лет назад совсем не в моготу был. Я тогда пить начал. Но Вигнер не дал я. Я могу подскочить и отпрыгнуть прежде, чем... А я-то переживал, что меня не возьмут в саратник. Я могу тебя кое-чему научить. Учи. Стоит, конечно, дофиги с час. Ну да ладно. Деньги тут побольше. Части не очень-то и нужны. Мне, по крайней мере. Кто-то говорит, что их некуда девать ему. Так, надо у кого-то взять работу, я думаю. Или каким образом мне продвинуться дальше по вашей служебной лестнице. Так, здесь у нас... Никого. Никого. Стэнвар, подвинься. Стэнвар, иди сюда. Здесь у нас, по-моему, симпатичная девушка живет. Но сейчас ее тут явно нет. Че есть? Ничего хорошего. Блин, где все? Когда хочешь их найти, их вечно нет. Ты печальна. Вот ты, может, ничего не скажешь. Когда доживешь до моих лет, тебе будет... Это значит... Слава. Встречай трудности без страха. Сплетнь, как и большинство из... Я исходил страхом. Я был всего лишь мальчиком. Мой предшественник Аскар нашел. Он привел... Я стараюсь прославить... Да ладно, ладно. Семья и доблесть. Вот что значит быть одним из нас, мальчик. Так бы и сказал. Работы нет. Это че такое? Отнести необычный камень оценщика. Надеюсь, это не будет расцениваться, как воровство. Так, предметы. Вот он. Странная хрень. У тебя есть работа для меня? У тебя? Ты из новеньких, да? Это значит... Наши... По крайней мере, я так думаю. При моем образе... Соратники дали мне возможность драться за деньги. А я-то переживался. Меня не возьмут в соратники. Короче, понятно. У меня тут нам делать особо нечего. Кто из вас мне даст работу, уважаемый? Вот ты, Фаркас. Я ищу работу. Тебя скьер зачем-то искал. Поговори с ним, прежде чем возьмешься за что-то ищет. Ну вот где он? Его найти надо. Скьер. Так. Скьер у нас снаружи, похоже. Скьер, понимаш. Сделайте уже меня оборотнем в погонах. Надеюсь, он недалеко где-нибудь. Тут сидит прям на усадьбе. Потому что искать его я, честно говоря, запарился. Клавикус Уайл. Геодрический принц власть. Да, мы с ним уже сталкивались. Он обожает связывать смертных с соблазнительными договорами. Замечено. А, вон ты где у нас. Нифига ты себе. Захочешь, не найдешь. Одноглазый. А, вот ты где. Ты хотел меня видеть? Да. На этот раз я задумал нечто иное. Но это не для всех ушей. Приходи сегодня вечером в Нижнюю Кузницу. Там и поговорим. Где находится Нижняя Кузница? Я забыл, что ты не знаешь. Это Поднебесная Кузница, и где работает Йорлун. Дверь туда скрыта. Но я покажу тебе дорогу. Тогда я пойду. Вот у нас Небесная Кузница, да? Мне кажется, у нас похожий стиль бой. Тут где-то, что ли? Можешь либо практиковаться в стрельбе из лука, либо учиться умею. Понял. Не дурак. Так, вечером. Что нам до вечера надо делать? Мы пока сходим, отнесем оценщику. Необычный камень. А где у нас оценщик? Так, хорошо. Показать на карте. Брифтене, что ли? Да вы издеваетесь. Или нет? Так, хрен с тобой. Потом разберемся. Тогда мы сделаем проще. Мы сейчас подождем пять часов до десяти вечера. Все хорошо. Ну и че? А-а-а. Ну давай, шевели батонами. Ну шо ж ты? Не сейчас. Нижняя кузница. Вечером. А сейчас у меня что, утро что ли? Извиняюсь. Уйду в готов. Всегда готов. Каково бы ни было испытание. Пройду его. О, испытание. Испытание свежая кровь. Это дар. Входи. Понял. Давай, открывай. Блин, надо было этого. Стенвора. Попросил подождать на душе. Ох, твою мать. На секретах уже давно не было такого пылкого сердца, как твое. Жалкая церемония в задней комнате не пристала таким воинам, как мы. А Стенвор не зашел, да? Чем некоторым из тех, кто требует и празднует. Надеюсь, ты узнаешь о Эйлу даже в таком обличии. Эйла, это ты? Она согласилась усыновить тебя. Мы делаем это тайно, потому что Котлак слишком занят борьбой с нашим великим даром. Он думает, что мы прокляты. Но это не проклятие, это благословение. Как может быть проклятием то, что придает такую доблесть? Так что мы берем тело в свои руки. Такая мощь! Чтобы достичь вершин братства, тебе придется разделить с нами кровь в волны. Твой дух готов соединиться с миром зверей. Да-да-да. Эээ... Хочу. Хорошо. Так, ты что меч достал? Что, мне пить, что ли? Охрененно. Охрененно. прикол так а почему меня меч в руках а как не обратно эй а как не обратно стать человеком так я думаю в город выходить будет не самые лучшие идеи зачем мне меч такими когтями не совсем пойму и лошадь не спит не нужно мне теперь ложь офигенно похоже пара отказываться от стекста нора он нам уже не нужен к тому же не охота иметь его под рукой когда буду превращаться в это зверьё были но это вообще круто сделал мама ты не спишь я уже начала думать что ты никогда не вернешься до трансформация далась тебе нелегко но ты все еще на этом свете так что поздравляю мы решили устроить праздник твою честь неподалеку висельные скалы стоят лагерем охотники на вирвольф серебряная рука думаю тебе приходилось с ними встречаться мы их перебьем всех до последнего веди скьюр уже ушел на разведку так точно так мне можно одеться я теперь вирвольф твоих жилах есть кровь волка однако тебе нужно будет набраться сил прежде чем ты сможешь снова воззвать только выбирай для этого места с умом некоторые трусы в этих землях не могут вынести столь славного зрелища что значит быть вирвольф ничего пока ты не попробуешь в первый раз ну а потом затягивает ты становишься сильнее быстрее хотя это ненадолго впрочем ты можешь питаться кровью врагов если хочешь конечно это навсегда или есть какое-то лекарство лекарство ты говоришь прямо как старик я я не должна была так говорить я люблю кодлако уважаю его следую за ним но тут он ошибается это не проклятие мы стали величайшими охотниками на свете если он так мечтает о медовых реках савангарда пусть туда и отправляется а я предпочитаю славную охоту здесь понятно так мне нужно одеться от ее головы на снегу мне нужно взять свое оружие в руки тьма необычно хорошо хорошо так как мне-то таланты превращение в зверя в избранное ну ладно этим я потом воспользуюсь сейчас нам нужно этих сволочей убить которые против вирвольфов ладно хорошо и знаете что я думаю начнем этим заниматься мы в следующей серии она пока что все события думаю хватит с вами был артур всего хорошего пока 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 а 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 до до до